В минувшие выходные во всех православных храмах прошли торжественное богослужение в честь светлого праздника Рождества Христова. В приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Козье наряду с праздничным богослужением большое внимание уделили маленьким прихожанам. Следует отметить, что проведение таких мероприятий привлекает жителей города и районов церковь и мероприятия проходят при большом стечении народа. В ходе торжественного богослужения настоятель храма Виктор Зинкевич зачитал рождественское послание патриарха Московского всея Руси Кирилла, а также приветствие давних друзей прихода семьи народных артистов Беларуси Едвиги Попласко и Александра Тихоновича. Поздравляя присутствующих с праздником Рождества Христова от себя, Виктор Зинкевич поблагодарил прихожан за поддержку, пожелал терпения и стремления следовать законам Божьим. По окончании богослужения началось мероприятие другого формата. Уже 8 лет подряд рождественское утро поздравить маленьких прихожан в церковь приезжает творческий коллектив Дворца культуры и техники «Нефтяник». Это учреждение с приходом храма Рождества Пресвятой Богородицы связывает давняя дружба. И праздничные мероприятия стали доброй традицией. Малыши с большим интересом приняли участие в разнообразных конкурсах и викторинах. И, конечно же, в отделе хоровод у рождественской ели. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на рождественский утренник прибыл сотрудник ГАИ. Он также поздравил ребятишек с праздником и напомнил об основных правилах дорожного движения. Для закрепления полученных знаний спектр ГАИ Сергей Пырх вручил ребятам памятки и актуальные аксессуары – фликеры. Зачем фликер нужен? Дети, чтобы водители вас заметили на расстоянии. А как правильно необходимо пешеходу ходить? Держи. Как правильно пешеходу нужно лезть по проезжей части? Навстречу движущемуся транспорту, чтобы вы видели, откуда движется автомашина. Получили также ребята сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Они стали наградой за исполнение новогодних стихотворений. Новогодний Дед Мороз на подарки мне придет. Расскажу и пусть не смог, пусть подарок здесь лежит. Умничка. Держись, ну, к Рождественому, пожалуйста. Такой необычный формат мероприятий в приходе очень важен, считает настоятель храма Виктор Зинкевич. Ребята с ранних лет приучаются к церкви, осознают важность и значимость слов, услышанных там. Очень важно помнить, что действительно задача церкви – это, конечно, привести наше молодое поколение к Богу. Мы часто видим, что дети поддаются под влияние и, к сожалению, нехорошего воздействия, которое оказывает духовный вред нашему молодому поколению. И очень важно помнить слова Христа, который сказал их во время того, как дети подошли ко Христу и стали Его теснить. И вот апостолы начали ругаться на детей, стали отталкивать их, но Христос воспретил своим учеником и сказал, что не мешайте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И вот очень важно, чтобы мы своим примером, своим поступком, этим рождественским мудренникам не отталкивали детей от себя, а наоборот создавали условия для того, чтобы они приходили в храмы и таким образом приобщались к Царству Небесному. Рождественский праздник в приходе Рождества Пресвятой Богородицы таким красочным и разнообразным получился благодаря дружеской поддержке. Настоятель выразил благодарность трудовым коллективам нефтегазодобывающего управления, Белорусского газоперерабатывающего завода, Тампонажного управления, Метизного завода, Следственного комитета, районного отдела внутренних дел, Департамента охраны, Реческого районного суда и Дворца культуры и техники «Нефтяник». Продолжение следует...